Пиздец, вот после школы идем, много людей сидит, отдыхает. Перед моей дорогией 1 мая, сегодня едет Настюшка с мужем, с Николюшкой вот приедут, и будут у нас шашлыки. Замариновали вчера интроселе, это вот такая говядина, которая вообще жира не имеет, там даже вот какие-то прожилочки мелко-мелко порезали, с лучком замариновали на ночь, сегодня будем жарить. Буду вам все снимать, Настюшку в кое-каке увидите, потому что многие мне пишут, сейчас вот все-таки я без очков не могу, многие не пишут, где Настюшка, почему не снимаете, потому что живет Настюшка в Ослово, вот многие просто не знают, всем писать, но не напишешься. Поэтому сегодня, конечно, ее увидите. Сейчас лучше помою решеточку и будем приступать. Я вам пока покажу, знаете что? Смотрите, буквально вот мгновенно повылезали, вся клумба такая вот, много-много голубых цветочков каких-то. Сейчас пройду сюда, покажу вам ближе их. Вот еще какой-то кустик, не знаю, что за кустик какой-то такой вот. И вот они, много-много таких голубых цветочков, очень красивые. Это уже вот соседская территория у нас. Видите, получится мой дом, моя территория и территория соседей. Все прогорело, пошла в душ, мыть решетку. Настрою вам обзор, так отойду, чтобы тень не падала к солнышку, чтобы вы видели, насколько красивые кусочки получаются. Вынесли стол, сейчас поставим студия. Так, иду, иду я тут. У нас вон приехала Анастасия, сразу начала... Настюня, повернись, помаши рукой. Приехала Настюшка, увидела, что здесь на газоне стекла, сразу началась... Мама, ты почему стекла не убрала с газона? Ну, конечно. Я говорю, я их даже не замечала. Играть будет, упадет. Я говорю, я даже не замечала никаких там стекол на газоне, пока ты не приехала. В первый день вообще из дома вышла, что холодно было кругом. Так, где там еще стекол? Настюшка еще одна. А ну-ка, покажи мне пиво. Что, безалкогольное, говоришь, да? Говоришь, безалкогольное, ну ясно все. Сегодня мы не пьем. Ага. Очень круто. Все. Стулья идем нести красивые. Ну, пока мы все не разбежались, вот пока... Все, все помашите рукой. Все, всем хорошего 1 мая. Я иду после школы, скажем так, на еще одну встречу по поводу своей языковой практики. Мне сегодня куратор написала, что практика у меня в определенные дни, но сегодня нужно появиться, потому что там будет женщина, которая понимает русский язык, то есть русскоговорящая, я так понимаю, и она меня ведет в курс дела, потому что, ну, звонить переводчику неудобно заказывать переводчика, а таким способом я сегодня пообщаюсь, и она меня ведет в курс дела. Так что иду, даже бегу, честно говоря. Вот, что там и как, я потом расскажу. Поскольку после школы села вначале перекусить, конечно же. Ну что, пока мне поручили пересчитывать открытки, этим я и занимаюсь. Пока стоим на остановке, расскажу вам, как прошел мой первый день языковой практики. Устала, устала очень сильно, но я довольная. Устала сильно, потому что физической работы было много, и я никогда не отвечала с физической выносливостью, поэтому у меня и спина болит, и немножко ножки болят, но это нужно, потому что я тем более хотела похудеть. Тренажерного глава не надо, то есть я понимаю, что если бы я ходила на работу так каждый день, я бы прям была в идеальной форме. Ну а что, пришла первым делом после школы, хочешь ли ты кушать, садись поешь. Я говорю, нет, я выпью воды, то есть я попозже поем. Слово попозже, мне говорит, синеры, вот запоминай, синеры. То есть вот в такой ситуации вдруг, я бы написала в листике, не запомнила бы, синеры позже. Опять же, я говорю, я бы выпила воды. Она говорит так, я и точно, я имею жажду, никакого я вели, я и вели, я и вели, дрейки ванн. Она говорит, нет, я и точно, вот я и вели, дрейки ванн, говорит, это сильно, долго мы говорим, либо я голодный, либо я имею жажду. То есть я и точно имею жажду, я и сультан, я устал, я точно, я голодный. Вот эти все вещи. Отучите, ну, коротко, ясно выражаться. Я говорю, нет, я сейчас есть не буду, то есть я бы хотела приступить сразу к работе. Она мне повела, показала, где переодеться, туалет для сотрудников, туалет, сразу она показала мне туалет для сотрудников, тоже видит туалет, который для клиентов, график работы. Она говорит, кто находит, кто помrete, главное там помыть, и каждый расписывается, кто помынет. Я говорю, есть какая-то очередь? Нет. Говорит, вот у кого есть свободная минутка, тот этим и занимается. Спросила, как у них распределяться обязанности. Она говорит, нет, ничего. То есть есть свободная минутка, идет, кто-то выставляет, посмотрит в холодильнике, Вот он идет, видит, что попались ему на глаза холодильник, в котором мало напитка Он идет прямо сразу в морозильную камеру, достает напитки Попалось ему на глаза, что, допустим, кто-то пил кофе, заляпали Тут же берет тряпку, протирает это все Делает что-то В кассе очень много меню Там у них и мороженое, и пончики, и все Я иду, даже спрашиваю, закончились пончики Где подложить? Я пошла на вклад, не нашла этих пончиков Там только, получается, видела, что полуфабрикаты То есть булки, которые надо готовить Я говорю, я не нашла То есть она говорит, ищем, открываем коробку Вот они в упаковках, доложить надо К концу дня, говорит, много мы не долаживаем Потому что если их не раскупят, если их не купят То они пойдут просто в мусор Я говорю, в смысле в мусор пойдут? Она говорит, мы просто их выбрасываем То, что вот не съелось, мы делаем на них скидку 50% Если там до 4 часов никто это не забирает Мы все это просто выбрасываем в мусор Подредительные открытки Я просто их пересчитывала, записывала в листике Подредительные открытки потом пылесосила, где вот столы между, так, это не мой, это не мой автобус, между, допустим, там столом и окном, там тоже крошки бывают, я там пылесосила, потом, что я еще сегодня делала. В общем, в голове немного каши, потому что много новых слов, много новых поражений, понимала, что все не запомнила, ходила, говорю, так, мне надо вести крючку, и что самое, знаете, вот, наверное, и хорошее, и неожиданное, что сегодня только первый день одна, все сами дни я буду находиться с другими людьми, которые, скажем так, кто-то проходит, как это называется, у меня вот языковая практика, у кого-то трудовая практика, то есть один продавец будет, и будет еще парень, который проходит трудовую практику, вот как бы я буду больше общаться с этим парнем, вот, ну, знаете, ощущение какое-то вот все равно хорошее, я понимаю, что учить много всего надо, но вот есть ощущение, что я все это освою и совсем этим справлюсь. Соответственно, сегодня я была в складе, в холодильнике, в холодном очень, доставали мы бутылки, меняли холодильнику, то есть изнутри, где чего не хватает, спросила, как происходит заказ, потому что не хватает одного, второго, третьего, я говорю, мы, то есть в течение дня носим с собой листик ручку, и все, что заканчивается, записываем на карандаш, или как это происходит, она говорит, нет, есть, говорит, директор, он ходит, смотрит, все заказывает, то есть если что-то закончить, мы передать можем по смене, вот, и я говорю, как, вот, утром вы приходите, должно быть все готово, она говорит, ну, тебе пока это еще рано, не забывай себе голову, учи новые слова, выражения, осматривайся, как называется, какое пирожное, как называется, в общем, какой гамбургер, из чего он состоит, дала мне сфотографировать целое павка меню, как что готовится, сколько грамм чего, то есть, ну, хотя бы название знать, как какая сосиска называется, как пирожное, мороженое, то же самое, по кодам все это, обязательно наклеивать, то есть, когда распечатано, то есть, свежесть, срок, ходим всегда, проверяем сроки, вот, ты подошла, посмотрела срок, закончился все, несешь это на склад, ну, говоришь владельцу, что сроки подходят, все эти вещи, то есть, это все абсолютно вот на вас, дала мне такой лист, который называется рутина, рутина дневная, рутина вечерняя, я говорю, тоже тебе надо ознакомиться, надо все это выучить, чтобы ты понимала твои обязанности, что тебе про них никто не напоминал, потому что здесь, ну, люди работают, самостоятельные, никто ни за кем не ходит, как за ребенком, каждый человек понимает, что уходят его обязанности, обязанности у всех одинаковы, как я уже это и говорила, так, ну, 48 минут, наверное, уже, знаете, теперь будет мой уже автобус.